Памятные мероприятия прошли сегодня и на Майдане. Люди несли цветы, свечи и лампадки к памятным табличкам. Состоялся здесь и так называемый Марш Патриотов. Обошлось без конфликтов, но не обошлось без политики. Продолжит Александр Васильченко. С флагами в руках и лозунгами по Крещатику. Колонна Марша Патриотов растянулась на несколько сотен метров. Остановилась процессия у мемориала героям Небесной Сотни и почтила память погибших минутой молчания. Но затем скорбные речи сменил политический пиар. Возмущенные люди покидают шествие. Ситуация начинает накаляться с появлением Олега Барны. Нардеп возвращался из Верховной Рады в гостиницу. Участники поминального шествия окружили его. Отдуваться парламентарию пришлось не только за себя, но и за коллегов. Спустя некоторое время разговор переходит на крик. Барна уже никто не слышит. Возмущенные люди пытаются вытолкнуть нардепа из толпы. Недовольство вызывает отсутствие реальных результатов в судебных делах по Майдану. Но у генпрокурора другое мнение. На своей странице в фейсбуке он сообщил, следователи ГПУ в суды направили 220 обвинительных актов. Далее дело за Верховной Радой. После внесения изменений в закон о заочном осуждении появится возможность привлечь к ответственности высокопоставленных организаторов убийств на Майдане, которые скрываются в России. Мы сможем распочать передачу справ в суд негайно. Я обещаю, как генеральный прокурор, что обвинение Януковича по государственной зраде будет передано через 10 дней после принятия соответственного закона в суд. И суд отбудется еще в этой весне. В такое развитие событий с трудом верят адвокаты семей Героев Небесной Сотни. Маркиян Голобала считает, судебные дела затягивает по нескольким причинам. Одна из них – большая загруженность следователей ГПУ. Вторая заключается в самих судах. Значная количество обвинительных актов прокуратурой было передано до судов, но с разных причин эти дела гуляют или достаточно долго рассматриваются. По словам адвокатов, спустя три года за преступления, совершенные против майдановцев, тюремный срок получил только один подозреваемый. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал Интер.